Главканал показал Интернет-мемы получают все большее распространение, маркетологи используют их в своих рекламных баннерах, отчего те выглядят еще дебильнее, чем обычно. Некоторые смешные фотографии даже используются в прессе. Ну а теперь мы докатились и до кинематографа. Нет, это не будет мультфильм про рейджфейсы, это будет фильм про сердитую кошку. The Grumpy Cat. Прокатившись с успехом по многим американским шоу, молодая киса заинтересовала продюсера Тодда Гарнера, автора таких фильмов, как «Животное», «Три икса», «Три икса-2» и многие другие. Продюсер хочет сделать фильм вроде Гарфилда. Ну, что из этого получится, мы, конечно, узнаем впоследствии, но мне кажется, что идея абсолютно идиотская. Норвежцы Хоаким Ронинг и Эспен Сандберг, которые сняли недавний фильм «Контики» о приключениях Тура Хейердала, получили в свои руки право снять пятую часть франшизы «Пираты Карибского моря». Тут проблема заключается не в режиссерах, потому что кроме хорошего фильма у них еще есть солидный опыт постановки рекламных роликов, что, несомненно, пригодится при съемках пятой части «Пиратов». Проблема в том, что эта пятая часть франшизы и Джонни Депп с каждым своим новым фильмом заколачивает по одному гвоздю в гроб своего актерского таланта. Можете со мной не соглашаться, но это так. Режиссер Сэм Мендес, который снял фильм «Скайфол», будет снимать и следующий фильм о приключениях Агенты 007. К сожалению, фильм выйдет не скоро, а только в конце 2015-го, начале 2016-го года. Также продюсеры заявили, что Дэниел Крейг снимется еще в двух частях франшизы, после чего регенерирует в нового актера. Хейтеры ликуют, а поклонники в печали. Ну и еще немного о регенерациях для знающих. Официальный твиттер сериала «Доктор Кто» заявил о том, что рождественская серия восьмого сезона будет последней для актера Мэтта Смита. После чего регенерирует в нового «Доктора». Причем все обставлено так, что даже актер, который будет играть нового 12-го «Доктора», еще не знает, что он его будет играть и узнает только, когда его пригласят на съемки. Вот это тайна. Режиссер М. Найт Шьямалан когда-то снимал хорошие фильмы, а теперь он снимает плохие фильмы. На этой неделе выходит его новое творение «После нашей эры». И для нас это блокбастер недели. Стоит заметить, что это первый фильм Найта, к которому он не сам писал сценарий. Изначально идея сценариста была просто о фильме об отце и сыне, которые попадают в аварию. И сыну надо проделать долгую дорогу через бескрайний лес, чтобы привести помощь к своему отцу. А потом прибежал продюсер Уилл Смит, который сказал... Нужна... Нужна... Сейчас... Нужна научная фантастика, потому что это круто. Пожалуй, не буду рассказывать о всех прелестях фильма сам. Для этого я пригласил свой выпуск специального эксперта. Что ж, давайте передадим слово ему. Вилл Смит. Выкидыш в Упи Голдберг. Ебаный рэпер. Пи*** с ушами. Афро-м***к с самым тупым ебаном во всей мультивселенной. Б***ть. Не успела еще остыть кучка низкопробного говна третьих людей в черном. Как нам подсовывают новую эпическую драму. О том, как безнравственно не умеющие играть Негрила и его личинка. Тоже по стечению обстоятельств черная. Пытаются выжить на планете без KFC. Мы на земле, сынок. Тут нет KFC. А бананы тебе придется красть у бабуинов. Спасибо тебе, Найт Шьямалан. Хотя, я уверен, это не его заслуга. Во всем виновата гребаная политкорректность. Любой негр может просто так заявиться на киностудию. И белому продюсеру просто придется дать ему какую-нибудь роль. Йоу, я Вилл Смит. Живу на пособии. Толкаю крэк. Хочу играть в кино. Но вы говно, а не актер. Это потому, что я черный. Расизм! Расизм! Дебильнее самого Вилла Смита, только маленький Вилл. Чья игра заключается в том, чтобы делать еще более тупое выражение морды, нежели было секунду назад. А это мой сын. Он тоже черный, но... Расизм! Расизм! В этом году нам уже хватило одного фильма с говеным актером в главной роли. Теперь еще это. Что же дальше? Монологи говно Куценко на необитаемом острове? Хотя от сранника сроднясяна можно ожидать и этого. Хуй не потусить на острове за деньги Минкультуры. Эм, эм, эм... Весьма красноречиво. Мне, собственно, больше добавить нечего. Фильм выходит 6 июня, и на Западе он уже получил оценку 6,5 баллов из 10. Если мы хотим выжить, надо бороться. Также я хочу отметить выход 6 июня, фильм Гагарин, первый в космосе. Трейлер можете посмотреть вот тут. Но от российских фильмов никогда не знаешь, чего ожидать. Ну то есть знаешь, но очень хочется думать оптимистически. Интересной работой в сотрудничестве с группой Найтвиш нас могут порадовать канадцы с финнами. Фильм носит название Воображариум. И он повествует о композиторе по имени Том, который страдает тяжелой формой слабоумия. Том фактически вернулся в детство и ничего не помнит о своей взрослой жизни. Во снах он путешествует в далекое прошлое, где к нему возвращаются его мечты, фантазии и музыка. Там же он пытается обрести свои самые важные воспоминания. Ты готов? Невероятное путешествие в мир забытых снов. Пожалуйста, остановись. Твоего детства. Уже скоро. Я вернусь. Я все равно вернусь. Воображариум от Найтвиш. Выглядит красиво. Особенно хочется отметить работу художника, потому что видеоряд в фильме весьма необычный. Сначала мне показалось, что это представитель умирающего жанра детских фильмов-сказок, вроде бесконечной истории. Но потом я понял, что финский сюрреализм не для детей. На западе он, к сожалению, пока что набрал 5,7 баллов из 10, но мне кажется, что фильм Воображариум, выходящий 6 июня, может оказаться хорошим фильмом. К сожалению, хрометраж выпуска весьма затягивается, поэтому я на этом, пожалуй, остановлюсь. В следующем выпуске мы подведем итоги интерактива о ваших нелюбимых режиссерах. А пока что смотрите только хорошее кино, подписывайтесь на мой канал, ставьте большой палец вверх, подписывайтесь на главканал. С вами был Роберт Невилл и спасибо за внимание.